Добрый день! Я Александр Калокин. Я сейчас нахожусь на природе. Мне хорошо. А Станислав Черчесову плохо. Он солдат, который уже пять лет выполняет приказ. Конечно, за это время, время нервов, постоянных переживаний, он очень устал. Ведь для него работа тренера это не какой-то интересный творческий процесс, где можно что-то пробовать, экспериментировать, ошибаться, проигрывать, но потом побеждать. А это непростое государственное дело. Так сказал сам Станислав Саламыч. За время пресс-конференции он вырос до полевого командира, в подчинении которого, естественно, находятся солдаты. Те самые игроки, которые приезжают к Черчесову. И которым он уже выдает приказы. И может с этим связано, что сборная России у нас не играет, а именно, как говорят, многие работают на футбольном поле. И оттого Забнин отдает пас Сафонову, и Головин с Миранчуком теряются на поле. И Кузяев где-то там затыкает левый фланг. И Черчесов даже вынужден был оправдываться, говорить, что нет, сборная нормальная атмосфера, игроки с игроками хорошие отношения. Но тут, видите, мы можем только поверить ему на слово. А проверить можем только зрителям. Вот, например, забьет Головин гол Хорватии. Если он побежит праздновать его вместе с Черчесовым, да, то мы скажем, да, атмосфера хорошая. А так, кстати, ощущение, что игроки просто боятся Станислава Саламыча. И я бы тоже его опасался на их месте. Потому что он неадекватно воспринимает вообще, мне кажется, реальность и свое положение, как наемного работника. Когда тренер, получающий по неофициальной информации на уровне топ-5 лучших тренеров Евро 2020, говорит, что работа и результат – это разные вещи, мне хочется спросить, а зачем нужна работа, которая не дает результат? Или что Станислав Саламыч считает, что результат – это выход на Евро из группы с Казахстаном и Шотландией? В Бельгии мы тогда два матча проиграли без вопросов. Если так, то, мне кажется, у Александра Дюкова нет другого выбора, кроме как попрощаться с Черчесовым. Ведь если он манит себя полевым командиром или любит такую военную риторику, то надо вспомнить, что у военных вообще пенсии начинаются раньше. И Черчесов за эти 5 лет службы, именно не тренерской работы, а службы, конечно, устал. И он заслуживает отдых. Мне по-человечески, его даже жалко, что сегодня на пресс-конференции временами он выглядел как-то очень непонятно, зажато. Ну, ладно, это уже оставим Черчесову. А тут, мне кажется, надо просто освободить, попрощаться, благодарить за чемпионат мира и просто сказать спасибо, но дальше мы сами. И я думаю, что это игроки только скажут спасибо. Ну, конечно, не публично, но где-то там внутренне они улыбнутся. Потому что любой тренер, который придет после Черчесова, уже будет восприниматься как оттепель сборной. И именно это сейчас нужно сборной России в оставшихся 7 матчах отбора на чемпионат мира. Ну, может, еще и стыки будут. А иначе мы сейчас можем все погубить и уже зимой искать нового тренера на отборочный цикл Евро-2024. Этого бы очень не хотелось. Не хотелось бы и также не хотелось бы, чтобы мы остались с тренером, который воспринимает свою работу как именно работу чиновника. Для роли чиновников есть другое место. Вот, например, Станислав Саламычу еще не поздно, кстати, в случае отставки, попробовать баллотироваться в Думу. Я думаю, для него сделают исключение. Все-таки четвертьфиналист чемпионата мира. Интересное дело. Черчесов дает пресс-конференцию практически на 3 часа, а его все равно никто не понимает. В чем проблема? Точно ли дело в том, кто говорит? А мне кажется, что дело в том, кто слушает. Потому что невозможно так много говорить, и чтобы из этого никто ничего не понял. Я уверен, что те, кто хотели что-то услышать от Черчесова, те услышали. Недовольны только те, кто хотел услышать от него слова «я подаю в отставку» или «я ошибся в том-то, в том-то». Проблема в том, что люди слушали пресс-конференцию Черчесова с посылом на то, что уже ожидая услышать что-то конкретное. Но если, так скажем, слушать с чистого листа, то это все воспринимается совсем иначе. Я слушал это, имея собственные вопросы по игре, по готовности. Ну и самый главный вопрос, почему не вышли из группы? И на этот вопрос я получил ответ. Почему не смогли добиться лучшего результата? Вопрос, почему, вообще он нелогичный, почему не могли сыграть лучше? Потому что не хватало... Он и после матча, на самом деле, Черчесов сказал это, что не хватило эмоций правильных и правильного настроя. А частично этого не хватило, потому что не было лидера внутри команды, не было человека, который мог зарядить изнутри. То есть справедливо, на самом деле, Черчесов ответил на вопрос по поводу давно обсуждаемых тем, зачем нужно в команде Габулов, зачем нужно в команде Джанаев. И Черчесов ответил на все это, потому что они помогали быть в команде в тонусе. Проблема в том, что в этой сборной России нет лидера. Кто-то мог бы сказать, что им мог бы стать Федором Смолов, но объективно Смолов не поехал бы на турнир первым нападающим команды. И, собственно, Черчесов тоже на это ответил на пресс-конференции. Смог бы Смолов грамотно себя позиционировать в команде, будучи вторым нападающим? Смог бы он себя ощущать комфортно? Нет, нет, объективно нет. Он показал это на чемпионате мира своей панинкой. И более того, он показал это своим отношениям, когда попал в запасной список. Запасной список был не авансом, это вынужденная необходимость. То есть ситуация была такова, что и Мостовой в итоге не смог поехать на турнир, и на Смолова могли бы рассчитывать. Но Смолов сам себя подвел и в итоге слился справедливо. На самом деле с Черчесова сборная России шагнула вперед. Кто-то скажет, что игры нет и все такое, но на самом деле сейчас, если вдруг все-таки Черчесова отправят в отставку, новый тренер получит гораздо больше, чем получил сам Черчесов в 16-м году после Слузского. Объективно. Сколько у него было молодых и перспективных игроков в команде, которые уже получили опыт? Был только один Головин, и только и всего. Все остальные старички. Я уверен, если посчитать средний возраст команды, то это будет просто жопа, откровенно уж извините. Но сейчас у нас много молодых в составе. Кто-то говорит, что Черчесов не омолаживает команду, но это полная чушь, потому что с тех пор у нас стабильно играет Миранчук, который становится вообще одним из лидеров команды. И в принципе его можно назвать молодым еще. Но даже если оставлять за скобками самого Головина и Миранчука, то это и Братарь Сафонов, и Тивеев, и Жамалединов, а Мухин, парню вообще еще, кажется, 18-й нет. А, нет, вру, 19-й. Но тоже это очень молодой парень для сборной. Макаров, он не играл, но он уже в команде. Он почувствовал, что такое требование сборной России. То же самое, можно сказать, о Захаряне. Уверен, он много успел понять за то время хотя бы, что он просто почувствовал себя частью сборной, будучи вызванным. Соболев, Соболев, кто-кто? А Соболев точно сейчас готов сменить зюбы в будущем. И на самом деле Черчесов делает для сборной России гораздо больше, чем многим кажется. К сожалению, что, окей, кто-то может не любить его как человека, но как тренер его сложно осуждать или оценивать как-то слабо, плохо, нехорошо. На самом деле Черчесов для сборной делает больше, чем многим кажется. Подумайте над этим. Всем привет. Есть очень короткое мнение по пресс-конференции Черчесова. Тренеру хотелось объяснить, как всегда он это делал. Почему происходило так или не иначе, он всегда это делал. Когда был в Спартаке, Титов и Калиниченко уходили. И когда в Легии варшавской фанаты были недовольны тем, что команда незрелищно играет. Он всегда выходил и объяснял. Ну, есть такая потребность, и он это делает. Я помню, что Капелла не объяснил, адвокат улетел, Слудский объяснил, но письменно. И в итоге недовольны остались абсолютно всеми тремя. Сейчас недовольны, как все рассказал Черчесов. Но мне кажется, что проблема заключается в том, что люди немножко зацикливаются на каких-то деталях его специфики, его разговора, на каких-то милитаристских терминах и так далее. И не хотят слушать то, что он пытается до них донести. Слышать и слушать — это абсолютно разные вещи. На мой взгляд, объяснение, какие мог он дать, он дал. Но сидеть четыре часа, наверное, было невозможно. Я просто предлагаю спокойно, нейтрально все это переслушать, отключить все эмоции. Неприязнь конкретно к Черчесову, вызванную непонятно, чем именно. И немножко конструктивнее относиться к футболу. Потому что я думаю, что бросать ему сейчас это дело на полпути совершенно неправильно. Нужно хотя бы работать для отбора. И когда уже посмотрим, кто и как развивается.